так друзья приветствую вас мы на выставке транспорт россии мы прям как говорится с корабля на бал вчера мы провели испытания нас алексеем алексей поздоровайся привет дорогие друзья прям вчера на поезд посадил антон дарович юницкий вот мы с поезда приехали сюда вот и сейчас транспорт россии вот сразу говорю будет куча интересных встреч я пока сюда шел уже встретился начальника департамента с карасом уже показали да вот здесь на выставке сергей иванович морозов это губернатор ульяновской области вы все его видели наверное по роликам когда был президент медведев он представлял обязательно сейчас закончится официальная часть мы его официально приведем на сцен показать что мы сделали так что друзья будет много-много чего интересного вот значит естественно будет экскурсия по выставке сейчас я покажу ребята всем привет это наш стенд все ребята уже посетители первые на будут настя она как всегда трудятся как челка вчера вчера на презентации все но мы друзья показываю стенд видите у нас ролик идет вот показана наша технология струнные технологии зао вот действующая модель можно ездить вот и соответственно идет ролик уже видите вчерашних пытаний то есть мы будем показывать уже то что вчера вчера произошло так что есть что показать выставку мы все видите вот наши материалы вот он рельс который мы с алексеем сегодня привезли живем стоит который в руках держал дмитрий анатольевич медведев вот будучи президентом вот наш стенд так что все начинаем работать сейчас выступает левитин бывший министр транспорта давайте чуть небольшую экскурсию сделаем по по выставке тут есть что смотреть максим всем привет начинаем работать на работаем у нас сегодня два вебинара еще с алексеем вебинар мы не отменяем не при какой погоде так что война войной а вебинары по расписанию хорошо команда вебинаров так что двигается все началось там еще открытие открытие выступает левитин но я не знаю все эти официальные вещи вы можете посмотреть по официальным каналам а мы сейчас просто с вами так немножко погуляем посмотрим только что выступал я хочу сказать что иванов сергей иванов и европейских государств сотрудничествует с нами и были участниками нашего форума я хотел бы поблагодарить там идет сейчас комиссара батранкова усим каласа а также глав международных организаций которые постоянно были участниками нашего форума это руководители калас и его особые слова благодарности я хочу сказать ивановск и европейских которые вместе с нами был всегда на них и работали в правительстве и руководителя украинской азии и вот сегодня она вместе с нами и я в этом месте и его выявлен я хочу поблагодарить коллег по правительству по администрации и депутатов и членов Совета Федерации потому что это участие всегда был инструктор поддержки власти транспорта я хотел бы поблагодарить виды швартирных наши крупные транспортные компании которые на 10 лет вместе с нами проводят и оказывают нам поддерживать в этом форуме я хотел бы сказать в заключение что идея удалась она получилась дискуссионная площадка сегодня в Украине я хочу поблагодарить пожелать нашему форуму уверенного в будущем и новых проектов и смогли изменить здравствуйте и здравствуйте спасибо на этом ну на этом вряд ли покажут наш ролик но со временем дружим я хочу сказать секретарь международной первой рейф транс транс 2016 ну я думал он не потянет а у меня мобильник интернет тянет видите и у меня и у меня и у меня и у меня пойдемте пойдемте без голодного да так друзья мы все эти официозы как вы понимаете это интересно но это можно посмотреть все по телевизору по новостям все здесь так как нашего выступления там пока нет то как вы понимаете интерес к этому минимальный поэтому давайте сейчас сделаем небольшой экскурс по стендам то есть пока тут народ будет попытаемся найти действительно инновационные технологии посмотрим как как это работает так это сам как выставка вот Росморрич флота они как раз показывают сейчас новые они сейчас показывают новые ледового класса там конвейерная транспортировка грузов тоже была интересная сейчас пройдем по всей выставке да конференц-залы вот это что мордрага понятно это то что моет я так понимаю золотишко да так парусник это все вот так а где мы с тобой беспилотник видели более еще народу довольно таки много федеральное агентство речного флота может быть так сказать так 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 что мне надо вернуть Алексей дорогие друзья мы находимся на стенде волга бас это как я понимаю подразделение компании корпорации матрешка верно можете провести небольшую экскурсию нам по замечательному беспилотному автобусу какие может быть опция сейчас я его покажу издали друзья это беспилотный автобус волга бас очень широко разрекламированный чуть издали его покажу а он так друзья пытаемся победить интернет здесь местный интернет который на выставке он вообще не тянет вот а тот а тот интернет который мобильный вот сейчас видите он постоянно тормозит так что извиняемся за качество будет постоянно прерываться так что да и кстати из-за этого нам придется выбирать место для проведения вебинара то есть скорее всего будем из кафе вести откуда-то будем искать ну дорогие друзья мы находимся на стенде возле волга баса то есть это бакулин моторс групп ну-ка давай вот так вот повернемся он у нас находится за спиной подвижной состав на колесах на пневмашине да то есть я заметил уже ряд нюансов давайте попросим инженеров и технических специалистов рассказать нам что такое волга басы есть в чем же заключается инновационность собственно давай вы здесь стоите я подзову и все подвиси нет 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 я как раз подхожу ко входу не могли бы вы рассказать пожалуйста наших технических специалистов в чем же заключается инновационность все таки волга басы давайте на фоне тогда волга бас встаньте и интересный момент сколько заняло вот с нуля чтобы ближе ближе встань построить эту модель инновационность в первую очередь в том что это бесплатное транспортное средство абсолютно автономное вопрос в чем был в том что сколько времени потребуется да сколько вот проектирование изготовления и вот до опытного образца до испытаний это опытный образец или опытный образец который проходит испытания сегодняшний день эксплуатировать такие транспортные средства на дорогах общего пользования нельзя так как нет законодательного поэтому сейчас все идет в режиме испытаний вот а если говорить про инновационность то здесь модульная система применяется то есть которая подразумевает то что движущие тележки они могут меняться они работают от электродвигателя вот и вот эти блоки они снимаются они управляются с мобильного приложения с мобильного приложения можно полностью отслеживать все системы могу ли я вызвать через мобильное приложение он приехал мобильное приложение будет позволять вызвать либо как для того чтобы проехать с кем-то то есть группой либо полностью заказать машину в тех местах где это будет эксплуатироваться в настоящий момент мы испытываем это на закрытой территории Вскорково а в дальнейшем когда будет позволять законодательная база такие транспортные средства а какая мощность двигателя у них то есть мощность двигателя 40 кВт электродвигателя и емкость аккумулятора на сколько хватает вам 130 км запас хода то есть где-то в среднем на полтора часа на полтора-два часа работы нет у него средняя скорость 30 км в час вообще скорость 130 км в час технически возможная но она ограничена сегодня 30 км в час можно от 10 км в час ограничить тем более на закрытой территории скорость там 100 км 130 км она просто нужна поэтому в данном случае запас хода будет позволять эксплуатировать в течение дня ночью она заряжается время зарядки порядка 4 часов и на какой базе вы проектируете изготавливаете это полностью отечественная база значит на компания волкобаз которая находится как раз в области производство строится сегодня в Владимирской области 30 км а какой расход будет электроэнергии и если переводить уже при 30 км и при максимальной скорости 130 км смотрите я по другому отвечу то мощность зарядного устройства составляет 15 кВт поэтому если переводить в литры бензина я к сожалению то есть не ну понятно 15 кВт на 4 то есть грубо говоря это зарядка 60 кВт в час да ну дальше понятно давайте пройдем да а вот мы видим матрешка имеет ли отношение к спорткару матрешка Николая абсолютно не имеет никакого отношения матрешка заключается в том что это модульная система которая позволяет менять эти капсулы которые из пассажирской может становиться грузовой то есть есть единая платформа на которой могут подставиться пассажирские грузовые и грузовые а вот кстати теоретически грубо говоря она полностью разбирается снимается ходовая часть с двигателем для обслуживания для ремонта и так далее 15 минут надо на то чтобы снять вот этот элемент поставить новый и запустить каким образом она снимается ну там специальные просто технология есть естественно снять снимается я сейчас говорю то есть в принципе это может использоваться и как грузовое направление если захочется да смотрите с этого начало значит это есть единая ну единая площадка на которой может встать пассажирские он снимается ставится платформа либо закрытая либо для перевозки контейнера либо ставится какой-то коммунальной машины там пресс может в цехе не 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 а вот допустим как вы видите я думаю для наших зрителей будет интересный вопрос как вы видите концепцию вот есть нюанс что это не машина это первый уровень то есть если точнее когда этот холт и бас будет перемещаться по нашим дорогам мы будем сталкиваться с такими задачами проблемами которые пытаются сейчас решать в современных мегаполисах это пробки это загрязнение воздуха то есть естественно понимаешь он более экологичным как бороться с пробками то есть несмотря на то что он будет беспилотный все равно скорость движения наверное будет такая же в потоке я думаю что в перспективе системы именно инфраструктуры дорожного дорожные они будут позволять оптимизировать движение и все будет направляться в компьютерных модулей все будут соединены каким-то определенным системам поэтому система будет сама рассчитывать с какой скоростью двигаться и так такие системы реализуются за границами ну да да то есть тебе предлагают ехать с определенной скоростью для того чтобы светофор подъехать как-то он бороться с пробками наверное не к нам вопрос если будет перепекать дорогу ребенок здесь многоуровневая система которая помимо разметки видео и других датчиков ориентируется на дорожную обстановку естественно в настоящий момент такие транспортные средства эксплуатируются в закрытых территориях с определенными условиями что там не должно быть пересечения с пешеходными маршрутами и так далее в дальнейшем естественно когда будет инфраструктура создаваться для транспорта и развиваться естественно у него есть датчики которые не позволят новые предстоящие реальности мобильности 4.0 ну 4.0 знаю что такое но вот сейчас в Европе это тренд на инотракте все Алексей давай спасибо еще крайний вопрос вот вам чистое представить в будущем если убрать колеса и вот этот пол оставить лыжи нет переместить на второй уровень на балку на балку возможно ли концепция трудно сказать вы имеете ввиду подвесную да подвесную монорельс например уйти с первого уровня чтобы ездить в автоматическом режиме я думаю что надо что то делать как в Японии когда несколько уровней дороги которые чем выше тем она не ну то есть вы имеете автомобильную эстакаду поднять вверх да я в монорельсе вообще не верну лично я значит тот или иной город тот или иной участок даже в одном городе давайте так вот там до конца и направо в Минтрансовский это у нас там стенд называется струнные дороги мы вас пригласим приходите мы вам покажем другой концепт который мы вчера показать вчера провели ходовые испытания в поле и как раз вы увидите примерно такой же у вас волга бас у нас у нас вы посмотрите это струнные дороги у нас юни бас а у вас волга бас поэтому потом нам надо идти на стенд в интерьер все пошли нам на стенд все спасибо еще увидимся благодарим ну вот друзья ну Леша просто сейчас Иванов придет нам надо туда на стенд так друзья ну дорогие друзья вы услышали как бы мы плавно подвели к тому а видят ли специалисты которые разрабатывают беспилотные для предстоящей реальности которые неизвестны когда настанет на самом деле через 10 через 15 а на наш взгляд абсолютно никогда видят ли они применение транспорта второго уровня просто даже в мыслях нет девушки это в перископе так что вас смотрят сейчас почти 2000 человек это стенд у нас платон это вот тот платон на который все ругаются правильно смотрите какие очаровательные девушки его здесь представляют спасибо то есть это вот друзья вот тот платон про который много-много говорят который подпишет по сути который превратился в и и так так это у нас решение транспортных вопросов это у нас это у нас суперкар тут какой-то и 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 Мы сейчас взяли интервью по поводу Волгобаса. Волгобас, там стоит беспилотник, Волгобас. Один в один наш юнибус, только на колесах, и вот автомат. А, это электромагнит, да? Да, 40 киловатт в час. Они не видят, я задал комплектирующий вопрос. Николай, а можно чуть погромче, чтобы было слышно нашим этим? Вы в прямом эфире. Сейчас сразу вопрос потерялся, да? Нет, нет, я говорю, что надо будет рассчитывать. Нам кажется, это еще транспортное далекое будущее, потому что в высоких скоростях у нас каждая опора является электричественной системой и подстраивающей системой. А дело в том, что у нас, даже если мы уберем 2-3 опоры, с дороги ничего не будет. Нет, нет, Николай, здесь вопрос такой, это не разрезная бесконечная балка, у нее нет промежуточных вариантов. То есть она натягивается на анкерах, но так как напряжение идет по всей длине вдоль рельса... Я имею в виду, вверх-то мы с тобой ведем рельс классический. Рельс классический, да. Да, а если мы рубанем... Ничего страшного, напряжение... Сама балка неразрезная, это поддерживающая пол. Мы можем одну-две опоры... Дождите, а у тебя вот здесь трос, что ли? Внутри, внутри, конечно. Внутри находится струна, она армирована струной. И там напряжение 200-300 тонн. Поэтому для нее вообще... Вот вчера, вот сейчас покажем, мы вчера проводили испытания, смотри, вот видишь, сейчас машина юнибайка. Вот, там внутри вообще троса нету, там просто балка одна. И мы вчера испытывали, ну, как в критической, что если она не армирована внутри напряжения, то все равно юнибайк ездит, ну, чуть больше провисы, там чуть больше, меньше скорость, но она работает. А когда, вот, видишь, балка, вот сейчас идет, она вообще не армирована. А когда напряжение дадим, там, 200 тонн, когда зальется бетоном, вот, а вот это уже под скоростной, вот это эстакада под 500 километров в час. То есть это на следующий год мы перейдем к испытаниям. Вот, я просто сразу, вы-то, наверное, друзья не знаете, это Николай Галявов, это один из ведущих сотрудников Минтранса. Так что... Ну что, смотрим? А? Смотрим? Вот. Как, 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 как надо будет вот это все это дело? Вот там обеспечиваться. Ломать. Защитая тактов незаконного вмешательства. Так, Поль, еще подойди, еще здесь, да? Давай, давай, тогда это самое все. Видите, это, это Минтранс, так сказать. Минтранса много к нам приходит, потому что мы соседи, так они... Поль, я просто знаю... Вы знаете Николая? Конечно, знаю. Причем лет 20, наверное, уже. Здесь много сейчас кто придет, кого... Этот, этот, Морозов здесь, Сергей Иванович. Вот я его сейчас хочу поймать за... За руку хочу... А, Ульяновский? Ульяновский губернатор. Показать, конечно. Конечно, конечно. Дело его живет. Конечно, так сказать, что дело... Оно не просто живет. Мы его очень уважаем, людям. Мы побеждаем, да. Сейчас я буду. Так, ну что, друзья, мы тогда начинаем работать с... Видите, так сказать, уже народ подходит. Вот сейчас это был, это Николай Галямов, руководитель департамента транспортной логистики. Видите, он, так сказать... Он уже сам проводит экскурсии, уже сам агитирует. Николай, ну ты потом подойдешь сюда, так сказать, когда закончишь, там спокойно посидим, я тебе много чего расскажу интересного потом. Давайте, сейчас мы тогда будем уже включаться. Когда будут подходить интересные гости, мы это будем постоянно писать, постоянно показывать, чтобы вы, так сказать, были в курсе. Ну и заодно еще будем подзаряжать телефон, а то перископ сильно ссадил батарейку. Так что... Дарья? Да. А, нет, я наоборот, так сказать, это... Что-нибудь, выпуск новостей? Все, ждите, скоро мы смонтируем хороший репортаж и увидите все подробности этой выставки. И не только, и вчерашнего события. Вчерашнего события, конечно. Потому что вчера у нас был день рождения. Да, самое важное. Ну все, друзья, тогда небольшой перерыв, чтобы, так сказать, это сейчас делегация будет подходить, чтобы мы включались уже на делегации. Давайте, всего доброго. 20 километров для того, чтобы показать большую скорость. Потом легкая трасса, это то, что запустили вчера. Какой опыт? Это Минск, под Минском. Под Минском? Да, в Малиноморке. Да, в Малиноморке. Да, в Малиноморке. А, что, что-то вы... Искать бы, как-нибудь, в ближайшую время поедете заехать, чтобы посмотреть? Ну, конечно, приезжайте. Мы вам всегда рады будем показывать, рассказывать. У нас 200 человек, инженеры, дизайнеры, работаем в городе Минска. У нас штаб-партира. Под Минском 35-х лектар нам выдержали землю. После того, чтобы построить эко-технопарк. У нас есть завод, который мы сами делаем в бюджетном составе. Так что, все, твоими руками. В Минске лучший завод электромагнитных мобилей. Шабаны. У нас серьезная команда, которая перешла многое, что я делаю в бюджетном составе. В марте мы сдали инженерную консультацию. В сентябре мы уже показывали Uniby, который был у меня за небольшой модуль. И большой Uniby, это микрософт, на 20-20 человек. Мы уже показывали как люди, как он на центр разработан. И нам приехали из Австралии наши. Реально, как-то у меня был вот... Если ты знаешь, Австралия к нам ездишь. Недалеко, пока здесь, недалеко показалось, что это Минска. Вот, Индия. Я вот вернулся в Индии, потому что в Индии сейчас в декабре. Здесь, господин Накаскарит, Министерство транспорта, потому что у них там вообще цены. Всем интересно. Вот это самое главное наше достижение, потому что все вопросы были всегда красиво рассказывать. Талантливые дизайнеры, которые на вас работают, а есть ли у вас что-то попробовать. Теперь можем оттуда заверить, у нас есть что-то потрогать. И приезжайте сюда. Я этим всегда радуюсь. Превосходит. Ну и сами, на взгляд, можно снять все эти все. Это уже все, это вот и на взгляд. Вчера я тоже испытываю. Волен там, Сергей Иванович, смотрите, что Виктор докладывал в первом лице президенту Семенцеву, первой лице, почему они были сражены? Во-первых, канал, он говорит, что нет, Виктор говорит, что нет, это действующий. Я его не могу, то есть, когда нет, в этом году, то есть беларусь. Как-то раньше он говорит, что нет, беларусь. Потом второй раз, он говорит, за сколько вы их сделали? Виктор пришлось забрать, но сголом у него сделали за год. Реально, эти машины делали за четыре месяца. Он все равно не поверил, что мы заберем. Он второй раз спросил, он говорит, беларусь. Он говорит, нет, беларусь. И потом он говорит, пролет. Копил, посмотрел, пролеты сколько метров? Ну, прямой участок 40. То есть мы сейчас сделали трассу, сюда 800, 40 метров. А обратно тремя пролетами 200, 400, 200 без единое порно. Он говорит, опять я расспросил, да? Вот, когда Виктор сказал, что мы в этом году покажем 400, сейчас уже будет на следующий год 800, а через год пролет без единое порно, один полтора километра. Он говорит, я хочу еду. Такое, чтобы было понятно, эту трассу, которую мы сейчас показали, это маленькая, это 300 тысяч посадочных суток. Это больше, чем метров. 300 тысяч. То есть это как... Да? Вот. Нет, конечно, вот это. Это тестовый участок. Так вот, вот эта линия, которая 300 и 20 миллионов тонн. То есть если мы меняем, просто убираем трассу, делаем небольшой контейнер, и сгружаем там 200-300 килограмм, и сгружаем со следующим материалом, то это уже может быть грузовой трассу. То есть вот эта бутевая скульптура, это 300 тысяч классов. Там пересадочный узел сейчас, который мы показываем, который стоит, это там 50 миллионов пассажиров. У нас другая логистика. Вы видели только, что там 2 миллиона долларов? Мы видели, что там материал идет. Все очень дешево, все очень немного. А опора стоит 8 тысяч. Конечно, конечно. Максим, звук-то идет? Звук с микрофона идет? Я вам всегда благодарна, что мы, скажем так, благодарна функции, у нас, дембрян, Александр Иванович Лебедь, который вообще первый колбей, его восстановили. Первый год. Как у нас всегда столиная, что вы взяли на себя спелость, выявили мебель, удивительство, вы все равно помните, А сейчас, когда мы уже заключаем десятки направлений в мир, я уверен, что в Россию уходит в последнюю очередь. А первая, я думаю, регионка не прошла, и я думаю, что пришло время. Конечно, конечно. Поэтому мы всегда покажем. Нет, так сейчас, я говорю, то, что сейчас, если говорить 2 тысячелетия, когда мы накладываем сейчас, то есть тогда было поколение 2-го, сегодня 5-го. Это совсем другие машины, это совсем другая логичность. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши впечатления? Я могу. Хорошо. Ну, хватит. Представляете, вот она вся дорога с промеркнутым таким моментом. Лед нового. Сначала много настольких. Да кто ее знает? Конечно. А вот теперь сейчас сколько ж. Ребята, сведу вошли. Спасибо большое. Прямо с нами. Проект лучше. И они, как бы, дорогой губератором, у нас все-таки много раз. Еще вот основная цена, это опора. Сейчас на каждой опоре он сверху ставит. Мы с ним посчитали, вот прямо с хода сейчас. У нас трасса будет не то, что сама потребляет без энергии, то есть я не знаю. Она еще будет работать как электростанция. Она будет электроэнергию выдавать. Она сама будет заряжать аккумуляторы, которые будут. Поэтому этот транспорт, он позволяет утверждать, что мы уберем все пробки из горового. Вообще. Мы уберем все контейнеры из горового, из дорог, из Европы, кстати. И третье, мы не будем потреблять вообще никакой энергии, а будем еще выдавать ее вам. Вот что это за транспорт. Это вот то, что вы поддержали, и то, что в 2009 году. Да, да. А сейчас вы начнете с самым временем заставать. А сейчас вы начнете с самым временем заставать? Это 150 рублей. Это чем вызывание? Конечно. Мы первое, кстати, подписали соглашение с членовского областа, Руслан Газараш, на разработке первых проектов. Редактор, нам украинская областа в Устанбург велел. Давайте заключать соглашение. Давайте договоримся о чем? Мы вас приглашаем в Марину Зару. Давайте совместим, допустим, приедет министр транспорта Индии. Мы еще у нас в середине. Давайте при середине января администрация Челябинска. Давайте совместим что-то, чтобы вам не скучно было на море. Мэр Самары сейчас тоже мы с ним ходим. Кстати, вчера, если вы подписали соглашение, я уже приехал в Кайфе. Есть соглашение, мы там в СМР, у нас в Берлине был. Мы просто восторгили. Но мы сегодня никакого подписания соглашения не можем. Кто юристы платит, у нас же народ для финансирования сразу. Вы пирамиды, вы хайп, вы там всех обманываете. Мы говорим, ребята, ну увидите, вот мы строим. Помните, Медведев, чем постсовет закончил? Говорит, а деньги найдете? Вот сейчас мы деньги нашли, у нас 700 тысяч акционеров. СМР по нитке там по 3 копейки. А мы же строим, нам есть что-то показать. Причем мы строим высокоскоростную на 500 км, низкоскоростную на 300 тыс. Значит, сейчас 300 тыс. Уже показали легкую трассу, здесь грузовая наготовая. Еще заложили сейчас высокоскоростную грузовую на 200 миллионов долларов. Это больше, чем транзит. И это у нас 4 ветки одновременно строят. Мы вчера в делегацию приехали с Филиппином. Филиппины, кстати, познакомились с Филиппином на выставке. Они говорят, мы будем менять всю концепцию развития страны. И они приехали посмотреть, говорят, это правда или нет. Если это говорит правду, мы все уберем. ...без комфорта даже нечего читать. Нечего можно сказать. Здесь зависит от трамвая. И шума у нас. Здесь же внутри и линии напряженности, и оптиковолокно. Конечно, конечно. Правда, с Челябинской областью. Давайте состоконнейше сделаем. Конечно, давайте. Серьезно. Очень рад, так сказать, что это. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Вам большой привет от Анатолия Дуаровича. У нас вчера был бенефис. Он прям всегда, так сказать, вас вспоминает. У него вчера был, скажем, день рождения. Серьезно. Можно один вопрос задать просто на камеру. Наш ведущий новостей. Буквально один вопрос. Серьезно. В 2005 году вы уже презентовали технологию Дмитрия Анатольевича Презвого. То, что не было. Тогда он был президент. Да. Тогда он был президент. С той стороны. Сейчас. 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 Хорошо. Спасибо. Ну а, пожалуйста. Что же, ваша работа. Почему? Почему? На моем рынке. Ну а, конечно. На моем рынке. Да. Суперпия. Почему? Продолжение следует... Спасибо. Мы не могли бы это близко поднести, потому что мы все это писали на камеру с микрофоном, так что увидите репортажи. А Сергей Иванович, вы видели, что все репортажи, которые у нас идут с Медведевым, это он докладывал, он взял ответственность. Говорит, до сих пор меня называют идиотом, до сих пор смеются, что я там был. Говорит, сейчас я увидел для него это как... А я как раз подошел, говорю, помните? Он говорит, ну, конечно, помню. Я говорю, пойдемте покажем. Так что, друзья, я считаю, начало выставки очень неплохое. Так что сейчас еще поищем Сергея Борисовича Ивановна. Ну все, друзья, давайте... Такие включения у нас, так сказать, это будут, видели, как презентуют. Так что, друзья, будем считать этот за вебинар. Да, кстати, у меня просто, Андрей, просьба, раскиньте по чатам. Мы на 12 не будем делать, потому что очень много сейчас народу ходит. Мы сделаем на час, прямо отсюда, с выставки. Вот, в час попробуем включиться, но очень плохой интернет. Если Медведев будет послезавтра, приедет там куда-то дальше. И надеемся, что он здесь на стенде будет, но здесь большой как бы вопрос. Так что, будем стараться. Ну, вот видите, во всяком случае, работа на выставке уже идет. Все, друзья, до новых встреч. Давай-давай, Леш, рули. Сейчас мы срабатываем стандарты эмоциональные, которые, как я сказал, позволяют как раз заинтересовать его. И само устройство, какое необходимо для организации работы, еще прощая внимание, что как раз замечательные критерии. Ну-ка, посмотри, как там рулится. Ощущаешься машинистом? Лучше без этого. Без руления. На юнибайке лучше? Конечно, на юнибайке лучше. На юнибайке можно вот так. Ну, давай-давай, рули. А быстрее можешь? О! Ну, да. Вот цвет крючок в туннеле. О, в туннеле едешь? А какая скорость у тебя сейчас? Не, сколько километров часто? А, вон, 200, вот, он показывает. 206. 204, 206. 196. Видите, с какой скорость у тебя? Ты тормозишь, что ли? Ты тормозишь, что ли? Нет. Не, 118, он 112, видишь? 99. И что ты встал? Поехал? То есть, тебя в машинисты китайского поезда уже можно брать? Нет. Ну, а сколько максимум? Ну, а сколько максимум? А, станция? Сколько скорость там? 90, 84? Тут народ пишет, давай по газам до конца. Все? Спасибо. Ну как, Леш? Лучше наш SkyWay. Беспилотный, второго уровня. У меня перископился снял. Ну вот, друзья, видите, Алексей порулил. Знаете, тут еще есть, можно полетать на вертолете вокруг Крымского моста. Да, я тоже вот это самое. Вот, так что выставка заканчивается. Вот, честно могу сказать, друзья, скучно. Ничего интересного нет, все ходят на друга, смотрят. Народа мало. Единственное, что мы, как бы это я вот сейчас покажем, не успели включить перископ. Подошел, ну, как я встретил своего одного товарища, вот, он подошел к нам на стенд. Вот, он сейчас бывший очень большой чиновник. Вот, сегодня он президент Сколкова, Андрей Шаронов. Он подошел, мы с ним давно знакомы. Я ему показал, что сделали, испытания. Вот, он попросил материалы, чтобы им прислали дальше. Будем уже работать именно со Сколкова. То есть, они будут нас приглашать на научные конференции, на наклады по будущему транспорта, транспортной системе. Потому что я к нему подошел, и он абсолютно согласился. Мы на сцене общались с Шароновым. Вот, откуда вы видели, что я там на сцене общался? Нет, просто я подошел и пригласил Андрея к нам на стенд. Вот, и он согласился и пришел на стенд. Мысли я ему показал, все самое, он будет дальше работать. Интересно, кто меня сдал, что я был на сцене. Вот, причем, мне пригласить... Ну, это самое, там было два знакомых мне человека. Максим Левитин, это министр транспорта. И Андрей Шаронов. Ну, я посчитал, что Андрей Шаронов нам больше нужен, чем министр. Потому что, вот, министр про него сегодня ходит, что сегодня есть, завтра нет. А Андрей сейчас занимает очень такую серьезную позицию. Это президент научного центра Сколково. И нам, естественно, сотрудничать с ним крайне и крайне важно. И мы договорились, что он посмотрит материалы. Потом обязательно приедет в экотехнопарк, в Марину Горку. То есть, скорее всего, там, в январе. Вот. И дальше будем смотреть, сотрудничать. Это очень хорошая, серьезная такая работа. Поэтому на сегодняшний момент ряд контактов, которые у нас сегодня были. Все. И Сергей Морозов, губернатор в Леновской области. И вот Андрей Шаронов. Еще тут ряд чиновников. Вот. Завтра будет очень большое количество губернаторов областей различных. Завтра будет Руслан Готаров с Челябинской. Завтра будет Городецкий, Новосибирский. Завтра будет, ой, с кем мы еще договорились, с сенатором Ситом. Завтра будет Городецкий, Новосибирский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова